Спрос на круизы явления сезонно, да и не первой важности, а вот медикаменты требуются почти всем круглый год, а цены на них стремительно растут. В первом квартале стоимость жизни на важных препаратах выросла почти на 7%, а лекарства, не вошедшие в этот перечень, и вовсе стали дороже на треть. Правительство намерено вести жесткий контроль за ценами в аптеках. Обязанность эта ляжет теперь на плечи региональных властей. Значит ли это, что медикаменты подешевеют? Спросим у начальника управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы России Тимофей Нижгородцева. Доброе утро. Здравствуйте, Тимофей. Вот есть постановление о региональном контроле, в котором сказано, что наценка не должна быть выше, чем по региону на препараты. Нет, в нем сказано о том, что не допускается, что необходимо организовать работу по контролю за тем, чтобы аптеки не превышали предельно допустимые розничные наценки. В регионе? В регионе, да. Если цена неправильная, завышенная, как, во-первых, это понять и куда обращаться? Цены разные. И, честно говоря, на одни и те же лекарственные препараты легально зарегистрированные цены могут различаться до 60 раз. Один и тот же лекарственный препарат в одной и той же форме выпуска и дозировки может стоить и 100 рублей, и 1600 рублей. Но это странно? Да, как бы, ну, не то чтобы странно, это ненормально, скажем так. Но такая система регистрации цен у нас в стране сформировалась лет 5 назад, по которой производители одних и тех же лекарственных препаратов, но разные производители, заявляют свои средневзвешенные цены, либо цены, которые сложились за границей, если это иностранные производители. И система легализует эту разницу в виде регистрации этих цен. Крупные фармацевтические компании таким же контролем не подвергнут, такому же контролю, потому что такое ощущение иногда, что цены там, как в сговоре, завышены все, все. Какие имя? Какие они могут заставить их конкурировать с другими фармацевтическими компаниями? Обсуждаются вопросы, связанные с принудительным лицензированием. Это когда фармацевтические компании, которые злоупотребляют какими-то ценовыми, значит, историями, да, значит, они в случае, если это наносит ущерб или может нанести ущерб здоровью гражданам, они могут поплатиться своими интеллектуальными правами на лекарственные препараты на территории страны. Тимофей, еще вот какая проблема. Даже не столько и не только в накрутке цен на лекарства, а в том, что аптечным этим предприятиям им выгодно торговать дорогими препаратами. Да, это проблема нашей системы контроля за ценами. У нас система контроля за ценами устроена трехэтажно, скажем так, и получается, что вся товаропроводящая сеть заинтересована в том, чтобы дистрибютировать наиболее дорогие лекарственные препараты, потому что есть аспирин там за 3,5 рубля, есть аспирин за 150 рублей. А что сделать, как изменить, чтобы все-таки насытить прилавки аптечные дешевыми аналогами, эффективными, качественными? Да, нужно, чтобы спрос был сформирован в сторону дешевых лекарственных препаратов. У нас спрос формируют в основном медицинские работники, и зачастую они злоупотребляют доверием, которое к ним испытывает население. Когда пациент приходит, и ему могут сказать, вы знаете, нас заставляют выписывать по международному непатентованному наименованию, но вот мы считаем, что лучше покупать вот такой-то лекарственный препарат. В 99% случаев это необоснованное мнение, и во всех странах мира борются с таким поведением. Государство в лице Министерства здравоохранения разъясняет гражданам, что воспроизведенные лекарственные препараты, дженерики, они такие же качественные, такие же эффективные, и нет никакой опасности в том, чтобы пользоваться ими. И на это направлено значительное усилие государства, а таким образом они формируют спрос на дешевые лекарственные препараты. Ну, а это уже вопросы другому ведомству, и мы их зададим. Спасибо. Спасибо. О лекарствах и о ценах на них мы говорили с начальником управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы России Тимофеем Нижегородцевым. Продолжение следует...